Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Племяннику на тот момент было 16 лет Сейчас ему 17 Вообще это не очень правильно Жить в одной комнате Взрослой женщине Двухкомнатный номер Я поэтому и говорю Двухместный выходит дешевле Но комнаты там две Понятно Вот и значит В комнате естественно он в одной я в другой Жили мы только вдвоем Взять сумму Взять мою карточку Никто кроме нас не мог Потом я стала обнаруживать у него дорогие вещи Значит очки Сумку для ноутбука Кроссовки То бишь 200, 150, 120 евро И я нашла в мусорном ведре чеки На эту сумму Да это не его чеки С чего ты взял? Ну а чьи чеки В нашем номере Кто еще может быть? Скажи мне пожалуйста Сама купила и забыла Ваша честь Я задала ему вопрос непосредственно Мальчик конечно же отказался Потом Деньги я обнаружила Пропажу денег в Турции Потом после отдыха Мы приехали уже в Россию И ко мне приходит некий мужчина Приносит справку о беременности дочери своей Почему именно ко мне Я не понимаю Почему если это племянник Почему оставил он мой адрес? Понятно Да И все документы есть Есть справка о том Что в этот день были Есть чек от банкомата Что в этот день была снята сумма 35 тысяч Есть конечно есть доверенность На поездку есть все документы Вот Поэтому я прошу возместить мне Сумму в 70 тысяч Почему? 35 которые сняты с банкомата И соответственно непосредственно за отдых Ну конечно это не моральный вред Материальный 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 Видите ваша честь Подают в суд и путается даже Ну что же делать В терминах Человек Человек волнуется Это простительно Понятно Значит скажите мне Одну минуточку Скажите мне Договор письменного Не было Составлен был Между вами и сестрой Нет Понятно Был словесный Устный договор Понятно Значит Значит путевку Значит путевку Купили целиком вы Да Нет Авиаперелет я оплатила Ну авиаперелет хорошо А все остальное было Оплачено за мой счет было Какие-либо еще доказательства Тому что Ваш племянник Игорь его зовут Да Да Игорь Пользовался вашей кредитной карты Есть Вы знаете Но выписки 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 Да Выписка была Чеки Чеки Да Все у меня есть О том что товар был куплен Для Игоря Да конечно Чеки я нашла Передайте пожалуйста Судебному приставу Пожалуйста А вы свои деньги на Игоря Тратили на отдыхе Да конечно Конечно Эти суммы не включаются Вот в те документы Которые вы представляете Нет Мы почему Мы выходили В какие-то поездки туристические Отдыхали просто За пределами отеля Вы требуете Возврата этих средств Конечно Я требую возврата этих средств Полностью Полностью Понятно Слушаю вас Ваша честь Согласна с этим иском Нет Я полностью с иском Не согласна Во-первых Мне непонятно Откуда взялись Такие астрономические Просто суммы Вот во-первых Договоренность была такая Что сестра говорит Авиаперелет Я Когда она оплачивала путевку Я приехала в турфирму И оплатила Авиаперелет Вот у меня есть И квитанция тоже И авиабилет Что это я оплачивала На сумму 10 тысяч Во-вторых Там сестре Предоставлялась Очень большая скидка Этой турфирмы И получается Что Эту скидку Сестра вообще не учитывает То есть она вешает Вообще Какие-то Немыслимые суммы То есть Я вот Хотела бы Определить Что конкретно Она потратила Это она не называет Во-вторых По поводу кражи Этого просто Не может быть Игорь Во-первых Это мальчик Который положительно Характеризуется И в школе И он многократно Ездил в лагеря То есть никаких нареканий Ни со стороны учителей Ни воспитателей Ни разу не было Во-вторых Я Доверила У меня есть доверенность Доверила Своей сестре Ребенка Послушайте Это не имеет отношения К делу Итак На каких условиях Вы договаривались О том Что Ваш сын Поедет отдыхать С теткой То есть с истцом Условия какие были Условия были Что я оплачиваю Авиаперелет А сестра дальше сказала А дальше разберемся Посмотрим Какой там дадут Скидку Все посчитаем Все будет потом Она мне говорит Ты не волнуйся Мы разберемся Но это подразумевало То что вы оплатите Стоимость проживания Вашего сына Потом Да Но эта сумма Она не оговаривалась Она не оговаривалась И было вообще непонятно Будет ли она Расходы должны были Компенсировать Или нет Она ему дала Всего 300 долларов Евро Во-первых Ой 300 евро Извиняюсь Во-первых Это наличные деньги Ответьте мне на вопрос Я вам задаю вопрос Договаривались ли вы о том Что эти деньги Будут возвращены Сестре Деньги за отдых Вашего сына Условий договор Такой был Но о конкретной сумме И сестра сказала Что это Сколько денег Вы можете вернуть Я в данный момент Не хочу возвращать Вообще ей ничего Я сейчас объясню Почему Потому что я Понесла тоже Материальный ущерб У меня ребенок Приехал С отдыха Простите Девочка какая-то Забеременела То есть нам Сейчас нужно разбираться Делать ДНК-экспертизу Его ли это ребенок Потому что девочка Там не только с ним Извините Отдыхала Ваша честь Мальчик Сумела еще Заработать Вензаболевание На отдыхе Он приехал Я была в шоке Я говорю Как вообще Не следила И пенкот Он не смог догадаться Все остальное Он сумел Клятвенно Мне обещала Ничего себе ребенок От него уже беременеют Беременеют женщины А вы все его еще Ребенком считаете Ну как же Ваша честь Юридически Это несовершеннолетняя Она мне обещала Что будет Водить его на экскурсии В аквапарке Ничего этого не было Ребенок был предоставлен Сам себе В результате Вот у меня есть справка Потрачена на лечение Ребенка Который приехал С венерическим заболеванием Да Вы хотите Чтобы за лечение От венерической болезни Заплатила ваша сестра Нет Я не хочу Я просто хочу ей доказать Что я тоже Из-за ее халатности Из-за того Что она так халатно Относилась к сыну Я вынуждена Сейчас тратить деньги Вы на самом деле Серьезно это все говорите Конечно Вы верите Потому что она проявила Эгоизм Она Занималась только собой Вы понимаете Она обещала мне Что она будет Понятно Передайте мне все эти документы И вы знаете Я хочу услышать еще Вашего сына Ну да У меня есть Свидетель Сын Да Так пригласите Пожалуйста Свидетеля Свидетеля Ответчика Пройдите Здравствуйте Наташа Здравствуй Здравствуй Привет вам Здравствуй Здравствуй Ваша честь Здравствуйте Ну Знаете Почему в суде Да Вот я начну С того Что я не хотел Ехать в Турцию Вообще У меня были Совершенно другие планы На лето Но моя тетя Очень захотела Чтобы я поехал Именно С ней Именно я Не кто-то там А именно я Почему Почему именно вы А потому что Как она думала Со мной хлопот Меньше всего Потому что я воспитываю Скидка Я самостоятельный И уже В аэропорту Моя тетя Стала вести себя Как сказать Аморально Прямо аморально Именно так Ну и в чем же это проявлялось Привет Я несовершеннолетний И она уже себе В дьюти фри Там накупила алкоголя После этого Но не для вас же она Не для меня Не для меня Ну а какое Почему В чем здесь аморально Объясняю Мы прилетели на место В Турцию Мне были примерно Сказаны такие слова Все Я тебя привезла А теперь Будь здоров Отдыхай Чао Сказала мне тетя Наташа Ну А что надо было Взять вас за ручку И повезти на Карусель что ли А Ваша честь С ее стороны Нужно было Хотя бы Объяснить Что там Не знаю Распорядок дня Чем Она маме Обещала Клялась и божилась То что я хотя бы Турцию посмотрю Кроме там Пляжа И отеля Вот что было сказано В результате А вы вынуждены были Заниматься сексом Сексом да Неизвестно с кем Неизвестно с кем Ваша честь Вы о чем сейчас говорите О том что Вы заразились Венерической болезнью И ваша мать Лечила вас от этого Ваша честь А что в этом плохого Что плохого В том что В отсутствии Надзора Человека Который Он расслабился Должен был следить за мной Отсюда его виноват Понятное дело Что я искал себе Какое-то развлечение И понятное дело Что я познакомился С девушкой Но Искал развлечения Нашел приключения Ваша честь Понятно Если бы тетя Наташа Как и обещала маме Провела бы Хоть какую-то Культурную программу То я бы И приключения На свою На свою жизнь Не искал бы Знаете что такое Кредитка Кредитная карточка Знаете что такое Ну я не услышал От тети впервые В самолете Она мне рассказала Впервые Да Понятно И решили Попробовать Что же это такое В банкомате что ли Нет А откуда у вас Деньги тогда На покупку Тех вещей Которые вы купили На курорте На этом Первое Когда я туда поехал Мама мне дала С собой деньги Второе Сколько денег дала Она мне дала 300 евро Второе Второе У меня была заначка Поскольку я Сколько 500 евро Да Я накопил на отдых Все Весь год копил А доказать Можете Что Как доказать То что у меня была Заначка Да Ну у вас есть Купленная валюта Откуда у вас У матери Одиночки Ты мне сумму денег Так Игорь Анатольевич Я предупреждаю вас Об уголовной ответственности Задачу заведомо Ложных показаний И предупреждаю Что если это будет Установлено судом Я добьюсь Привлечения вас К уголовной ответственности Поверьте мне Даже не сомневайтесь Я вам хочу Задать вопрос А вы обязаны Ответить правду Пользовались кредиткой Тете или нет Ваша честь Я даже под дулом Пистолета вам скажу То что кредиткой Тете я не пользовался Значит Игорь Анатольевич Я хочу вам сказать О том что Каждый банкомат Оборудован Видеонаблюдением То есть камерой И Если у меня Появится Доказательство Тому что вы брали Деньги из банкомата А другой кредитной карточки Как мы понимаем У вас нет И Идентифицируем Эти суммы С вашими действиями Будете сидеть в тюрьме Так брали деньги У тети Или нет Ну колись уже Давай Да Да я брал деньги Сколько брали Я не помню По-моему Как раз вот эту Заначку 500 евро Да Ну больше Там что-то Я 900 что ли То ли как-то Ваша честь Ну мне там На девушку Не хватало Мне нужно было Ну Да Да Но Ваша честь Я эти деньги Обещаю вернуть Я обещаю Что я заработаю И отдам эти деньги Конечно Естественно Вы вернете А как же По решению Суда Теперь Может быть Вы согласитесь С иском И выплатите Добровольно Без решения Суда Вы все-таки Сестры Хватит Достаточно Ну Ваша честь Вот по поводу Только что Признался ваш сын Кредитки Я вообще В шоке Конечно А вот по поводу Суммы За вторую 35 тысяч За Я считаю Мы сестры Все-таки Наверное Разберемся Я думаю Ну что Отзываете Иск Будете разбираться Дома Я думаю Разберемся Дома Что Отказываетесь От иска Вы имеете Ввиду Что последствия Тогда такие По этим обстоятельствам И этим же Основаниям Не имеете Права Заявить Требования Отказываетесь Отказываюсь Ну что ж Я выношу Определение О прекращении Данного Гражданского Дела Разбирайтесь Дома Так и надо Действовать Окончено Слушание Дела Решение Суда Слушание Дела Прекращено Делаем 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 Продолжение следует...